Друзья, всем привет! С вами Ниндзя и сегодня мы продолжаем историю с Димой, моим подписчиком, который несколько лет назад попал в аварию. Те, кто не смотрел первую серию, где Дима рассказывает о том, как это все случилось, как он сейчас живет, где находится, очень интересно, рекомендую посмотреть. Ролик будет в подсказке. Мы подарили ему коляску, которая так нужна была ему, и сейчас будем заниматься его лечением. Мы совместно с вами собрали сумму в 250 тысяч рублей на момент съемки этого ролика, которые пойдут ему на лечение. Хочу выразить огромное спасибо каждому, кто не остался равнодушным, поддержал. Я не буду, знаете, как-то выделять конкретно там людей, которые прислали большую сумму, потому что, поверьте, были люди, которые прислали десятки тысяч рублей единоразово, а были на самом деле даже такие люди, которые прислали там 324 рубля и писали, что вот последние деньги, которые у меня остались со стипендии. Я одинаково каждому говорю огромное спасибо. Спасибо в силу финансовых возможностей. Кто как смог, тот помог. Просто вы огромные молодцы. Я очередной раз убеждаюсь, что у меня самая крутая аудитория. Поэтому все эти деньги пойдут сейчас на лечение. Сегодня очень важный день, потому что мы делаем первый шаг к лечению Димы. Сегодня будет ему удалять вот эту трубку-катетер, которая находится у него уже несколько лет, от которой ему, ну, так мягко скажем, не есть хорошо. И поэтому мы отправляемся, сейчас прям стартуем из Москвы, 170 километров, к Диме. И пообщаемся с ним, узнаем, как у него дела. Ну что, погнали! Так, ну что, мы поезжаем к Диме. Короче, Миша завыпендривался. Говорит, я не поеду двойкой к Диме, 170 км. Я ему говорю, смотри, я седуху чуть протер, смотри, как раз скользить не будет. Ну, чуть закидает, может быть, ну, вообще, моляйся совсем. Ладно, прыгай. Ну, а как же, ребят, без оператора, как бы, знаете? В этом деле никак, как бы, ну. В общем, ребят, отправляемся к Диме, ему должны сегодня делать первую операцию. Я долго ждал, пока решится вопрос с документами. Дима восстанавливал документы, ему нужно было восстановить там в паспортном столе паспорт и все документы, которые он потерял для установления личности, для того, чтобы ему обратиться в клинику. Потому что, ну, ни одна, как бы, более-менее нормальная клиника, по идее, вообще не принимает клиентов, да, своих, как они, клиенты, как они называются-то правильно, пациентов, вот. Нормальная клиника не принимает пациентов без паспорта. Поэтому мы ждали, ждали, пока Дима восстановит документы. Но тут он сказал, что есть возможность со знакомым хирургом не дожидаться, пока документы будут готовы. И, ну, поскольку сейчас очень жарко в Москве, там плюс 35, он говорит, что поездку с паспортным столом отложили, потому что, ну, ему сложно, да, там, находиться в такую жару, да, там, потому что ему, ну, сидеть долго, сами понимаете, он сидит в коляске и жарко очень, как бы, это очень вредно. Поэтому он говорит, что сейчас он договорился с врачом, который сегодня ему сделает первую операцию. И она будет, знаете, чем связана? Она будет связана с удалением именно той самой трубки, которая у него стоит, которая вредная с катетером. Поэтому мы сейчас отправляемся прямо к нему. Ну, Дима сказал, что не знает, сколько это по стоимости будет стоить. Пока ничего не понятно, поэтому мы сейчас приедем, все разрулим, пообщаемся. Ну, и, соответственно, с врачом, я думаю. И мы, наконец-таки, сегодня, как минимум, хотя бы начнем с чего-то малого, да, там, а может быть, даже с чего-то большего, наконец-таки. И удалим ему эту трубку, которая вредная, которая вообще капец. Ему нужно срочно максимально удалять. Впереди у нас 170 километров пути, но нормально сейчас на джисе вдвоем долетим к смешанию, и все будет нормально. Да, блин, в Москве, конечно, пробки жесткие. Ну, мы могли, конечно, поехать на машине, и Миша очень просил. Но вы посмотрите, ребят, ну, вот это вот все стоит. Мы бы до Димы сегодня точно не доехали, ведь нам предстоит немало-таки проехать. Жестко, жестко. Пробки, конечно, стоям, вот так я, стоячок, конечно, это да. It's raining men, hallelujah, it's raining men, hey, hey. Сорян, ребят, не могу вставить музыку, поэтому приходится петь. Кайф, блять. Жестко. Да, вот уже сейчас подзаправимся, сейчас узнаем, как там моя двоечка поживает вообще. Мне кажется, он кайфанул от поездочки. Ну что, тебя закидало-то хоть? Ну... Ну-ка, подожди, так поверни. Ну так, молись, обоссался только. Ну это, наверное, страх, это нормально. Сегодня еще пятница, машина дохрена, что-то долго выезжали. Но сейчас чуть подальше будет подсвободнее. Ну вообще, с кайф, да, на джикселе ехать? Нет! Нет? Блин, конечно, не заснял сейчас тачки, вылетают просто настолько жестко, навстречу, что приходится вот на вот эту вот обочину справа выезжать, ребят. Вообще жесть. О, да, наконец-таки, Шаховская. Где-то здесь, короче. А, это только округ еще. Нет, не сам город. А, вот все, Шаховская. Блин, наконец-таки. Куда ехать, я не знаю. Ну, тамер сюда. Как-то так, заехали. Отсюда Дима вроде бы родом, как он рассказывал в первом выпуске, в первой серии. Вот больница, походу. Да-да-да. Фух, ребят, ну вроде добрались. Ну да, мы на месте, это и есть Шаховская, ЦРБ. Звоним Диме. Дим, мы подъехали вот около входа поликлиника. Я слышал, возле этой поликлиники красное здание. Ага. Я здесь прям стою. Так, ну мы где-то уже близко, где-то уже рядом, я чувствую. Так, ну Дима сказал, что где-то здесь. Где наш райдер на коляточке? Вот он. Ну, привет. Привет. Это Дойский. Это Артем. Это я. Очень приятно. Привет, Дима. Что, какой план действия? Мы сейчас к врачу. К коньему ему. Ага. Поднимаемся на третий этаж. Ага. В этой больнице лежал, после операции меня сюда привезли. Поднимаемся к нему, мы общаемся. Я не знаю, как по поводу СМП, я на этом не разговаривал. Просто боялся, что если я начну говорить, он откажет. Ага. Думаю, что лучше с глаз на глаз поговорить. Ага. Добро, добро. И нам удалось договориться с доктором, чтобы он провел операцию по удалению той самой трубки, которая стояла у Димы на протяжении долгого времени, с помощью которой он, так скажем, справлял нужду по-маленькому. Но я бы назвал это больше даже не операцией, а процедурой, поскольку предварительная подготовка не потребовалась. Они вытягиваются? Нет, они нет. Как-то есть на протяжении долгого времени. Да. И вот буквально через 10 минут... Сиди вам. От себя хотел бы выразить огромную благодарность доктору за то, что вошел в положение и все-таки помог Диме с его проблемой. Что, Дим? Да. Начало, так скажем, подано, сделано. Да, процесс пошел. Наконец-таки начали, стартанули. Я, знаешь, хочу поблагодарить всех тех, кто участвовал, кто заходил на твой канал. Вот. Хочу поблагодарить всех. Спасибо огромное. Сказать. Дай Бог вам всем здоровья. Ваши комментарии были больше даже, чем эти деньги. И у меня было такое желание, когда я читал эти комментарии, встать и просто идти. И у меня как-то в душе было, что я не один. И у меня есть какая-то поддержка. Да, вот. Честно. Хотя людей-то я не знаю, а такое тепло, тепло. Реально тепло. Я даже читал комментарии, там даже были ребята тоже, кто инвалиды писали. Да, инвалиды писали. Да, да, да. Я им даже отвечал. А я смотрю там Дмитрий и все, отвечаешь на некоторые комментарии. Не отвечаю, конечно, поддерживаю. Они меня поддерживают. Я стараюсь тоже поддерживать. Как бы для меня это приятно. В прошлый раз инстаграм твой не добавил. Я думаю, ребята, добавлю инстаграм еще в описании, чтобы напрямую, кто хотел с Димой может пообщаться, да, может быть, там какие-то советы дать. Welcome. Без проблем. Дима всем отвечает. Как минимум в комментариях я точно это видел. В целом видел, да, то, что собрали, ну, видишься достаточно внушительную сумму. Я вот в начале ролика уже говорил. Это на данный момент порядка 250 тысяч, но вот на данный момент у нас получается по плану действий, да, дальнейших. Что мы вообще делаем, Дима? Вот смотри. Мы сегодня вот удалили, получается, трубку. Да, вот, Тём, вот, спасибо, что вы меня поддерживаете в трудную минуту. Да, сегодня удалили трубку. Это уже первый шаг, так как в любом случае мне разрабатывать надо мочевой пузырь, для того, чтобы он начинал функционировать. То есть не самопроизвольно, чтобы он вытекал, а чтобы я чувствовал его. Мне врач посоветовал, что делать. Вот, и я буду этим заниматься в ближайшее время. Ну, и, соответственно, потом, как решится всё с документами у меня вопрос. Будем, я думаю, что продолжать дальше, то есть искать какие-то выходы там, или, я не знаю, я думаю, что Господь Бог нас поставит на ту дорогу, по которой мы должны идти. Да, ребят, что вы понимали, сейчас Дима делаем документы, он подал уже паспортный стол, там, фотографии все, всё остальное, всё, что нужно. Сейчас ему паспорт готовится, ему нужно будет съездить, да, там, за временным хотя бы этим паспортом, так называемым. Потому что ни одна больница его сейчас попросту, ну, там, официально не оформят, там, реабилитационная клиника, будь то. Поэтому нужны, в первую очередь, документы, которые готовятся. Здесь, как бы, по знакомству сейчас, как бы, сделали, да, это оформили, да, в принципе, такой вот, как бы, она ещё, ну, не такая сложная, грубо говоря, да, там, работа. Да. А чтобы уже более что-то серьёзное, то, в первую очередь, документы, которые, вот, ну, я думаю, уже, может, в этом выпуске даже уже, наверное, будет. Да, это Бог, да, я вот тоже жду, как бы, как только, так сразу, я, конечно, ещё я, знаешь, я вам хотел, знаешь, что сказать, вот, много людей спрашивали, как возможно на Ниве открыться капот, вот, ну, может, они не полностью смотрели этот ролик. Ну, кто-то не понял, наверное. Да, кто-то не понял, так вот, я хочу просто сказать, просто, чтобы не было недоразумений, капот открылся из-за того, что они закрутили спереди гайки, его захлопнули, где лобовое стекло, а спереди гайки не закрутили. А капот там открывается не как во всех машинах, вот так, а наоборот, вот так вот. А учитывая, что он здесь не закреплён, он просто, получается, оторвался. Да, ну, и по лобовому ударил. И по лобовому, в обратную сторону. В этот момент я просто потерялся. Да, он ударил в обратную сторону, как нужно открываться. И, грубо говоря, если бы, как вот Дима рассказывал, если бы он дёрнул бы... Ручак дёрнул бы, да, может быть, и миновала бы вот эта ситуация, не было бы такого. Ну, на самом деле, Дим, я думаю, не заморачивайся, всегда есть такие люди, которые там, как минимум, будут во что-то не верить. Другие люди просто, не знаю, будут там ничего-то не понимать. Как бы, тем, кто надо, я думаю, понял. Таких людей много. Ну, как бы, кто там поддержал, кто как мог. Кто-то там прислал 10 рублей, кто-то 100, кто-то там просто пишет, что там, кто-то прислал 324 рубля, там, да, было сообщение, говорит, студент, говорит, вот, блин, последнее я тут даю, потому что, ну, пока больше нет. Я тебе ещё потом и тебе покажу сообщения, которые писали там, вот именно там пожелания, короче, там очень прикольно можно тоже почитать. Скажу честно, даже вот те, кто ставил там дизлайки, там писал какие-то комментарии, ну, не, ну, как сказать, скажу как есть, ну, не очень такие душевные. За это я им тоже говорю спасибо, то, что они просто посмотрели. Не дай бог каждому желаю здоровья, и чтоб не попадали в такие трудные ситуации. И это очень-очень печально, когда человек в коляске, ну, ко всему человек привыкает, но всё же. На тебя, получается, наша встреча, да, вот эта первая, она тебя так, можно сказать, смотивировала, да, она так, то есть, тебе дала такой заряд, то есть, и вот заряд, ты уже сам такой, да, там, что с трубкой, давай там это, там то. Да, тёмно. До нашей встречи, наверное, у тебя не было такого противоопцения? Не было у меня такого стимула идти вперёд. Я как бы сидел, делал коврики, и, ну, на одной волне, скажем так, да, музыку включаясь, там, какие-то стихии слушаешь, Амар Харяма, там, ну, и сиди, жизнь, ситуация. То есть, как я с вами встретился, у меня, если честно, было сердце заморожено. А когда я с вами встретился, мне такое тепло в душе стало, как будто ко мне очень близкие люди, ну, вернулись, скажем так. Я не знаю, как это объяснить, здесь не объяснишь просто. Я думаю, что кто, ну, поймёт человек, мне кажется, вот это, саму атмосферу тёплую, и что от людей, и что от вас, это многое стоит, на самом деле, даже они, такие, вот, знаешь, комментарии, такие отношения, я думаю, что за любые деньги ты не купишь. Люди пишут от души. Да, ребята красавцы. Да, я честно говорю всем, дай Бог здоровья, берегите себя и своих близких, и чтобы у вас всегда удача улыбалась. Иди сюда, Яночка. А это моя радость, это моя дочь, которая меня поддерживает в трудную минуту. каждое утро, каждое утро мы с ней созваниваемся, что в школу она шла, она звонит. Папа, я тебя люблю, папа, всё будет хорошо. Молодец, моя прелесть. Да, доченька, да, доченька, дайте обслуживаю, моя хорошая. Ничего, закончила третий класс, я четвёртый пойдёт. Молодец, умничка. Всё будет хорошо, Яночка. Всё будет хорошо. Ребята меня поддерживают, люди меня поддерживают. Ну, я думаю, что выберемся. Как-то раз я встретился с людьми, которые говорили у нас проблемы. Но когда они увидели там, где я нахожусь, они сказали, у нас проблем нет никаких. Это какие-то про штанишки? Это про новую партию, новые люди приезжали. Я, кстати, смотрел это видео, про которое ты рассказал. Да. И они, когда приехали к нам, они говорят, у нас проблем нет, окажется. И когда я смотрю в ТикТоке или где-то в Ютубе людей, у которых нет рук, у которых нет вообще ног, и у меня просто у самого слёзы идут. И потом я понимаю, что у меня, окажется, нет никаких проблем. Понятно. У людей есть хуже проблемы. И поэтому я думаю, что… Даже говорить не может с другой стороны. Не то, что двигается. Просто лежит глазами, хлопает человек. И всё. И я благодарю Господь Бога, что у меня оставил руки, ну и, соответственно, оставил голову. Что я понимаю, хотя мне очень много врачей задают вопрос, когда я прихожу к ним на приём или куда-то. Они говорят, у тебя с головой как, всё нормально? Угу. Я говорю, конечно, нормально. То есть, ты адекватный. Я говорю, да. И тогда мы начинаем общаться. Угу. Потому что у меня было очень сильное сотрясение мозга при аварии. Голова не болит? Нет, голова не болит. Слава Богу, всё нормально. Стараемся на позитивы ходить. Как, кстати, коляска? Коляска отличная. На самом деле. По спине нормально? По спине. Нет откидного. Просто помню, Дима просил, чтобы был откидной. Нет. Всё устраивает. Всё хорошо. Я её даже здесь мыл на днях. Ну, после дождей она немножечко так, ну ничего, протираем, как за машиной ухаживаем. Техника любая любит уход, да? Да. Спасибо вам, дорогие друзья. На самом деле очень приятно. Хотите, в Инстаграме пообщаемся. Я всегда буду рад. Кстати, Дим, ну получается, смотри, например, мне писали тоже некоторые даже рибелитологи в Москве, они говорили, что приезжайте, привозите Диму, мы там осмотрим, мы сделаем и так далее. Я просто вот хочу понять, как мы будем дальше с тобой действовать. То есть это там будет какой-то врач от тебя, потому что может тебя уже кто-то наблюдает. Либо же, например, нам самим сейчас, ну… Нет. Обратиться, например, к рибелитологам? Нет, Тём. Врачей у нас такого таких нет. Я нахожусь не в больнице, как нам это говорят, вы не в больнице находите. Врачей у меня нет. То есть я… Ты имеешь в виду там, где ты живешь? Да. То есть я вот, видишь, как получается, я знаю этих врачей. Я с ними созвонился, я нашел телефон и созвонил с ними. То есть они, потому что у нас хорошие, теплые отношения. Вот здесь, которые дух удаляли? Да. Ты видел сам. Я с ним хорошо отношусь, он ко мне хорошо относится, потому что везде надо оставаться человеком, как говорят. И отношение людское. Да, конечно, если есть у вас какие-то рибелитологи там или что-то, конечно, я согласен на все как бы. Ну, мы тогда со своей стороны сейчас говорим тогда с некоторыми рибелитологами, которые мне писали. Посмотрим сами, изучим все. Но мне тогда нужны от тебя будут, ну, вот эти вот какие-то, ну, какие-то бумаги, которые есть, да, там по здоровью. Я понял. Потому что, ну, понятное дело, что будет какое-то обследование, скорее всего, делать все равно повторно. Да, может какие-то МРТ и все остальное. Да. Потому что, потому что... Начальная история тоже нужна такая. Я отправлял уже одному человеку свои бумаги по МРТ, по выписке Свечневского. Он мне сказал, что это выписки старые. С каждым днем все меняется. Ну, это я помню, да, я в прошлый раз тоже говорил. Да. Поэтому, я думаю, что МРТ, как писали в комментариях, делайте МРТ в прямом эфире. Я не против. Что касается медицины, что касается, я играю прозрачно. Я ни от кого ничего не прячу. Вот как оно есть. Я от людей спрятал, от Бога не спрячешь. Поэтому здесь... Ну, да, я понял. Вот это было тоже, потому что важно, потому что было непонятно, потому что, если, может, у тебя какой-то есть реабилитолог, врач, может, уже кто-то как-то наблюдал где-то, что-то, может, кто-то рекомендовал, может, кого-то знаешь, то, может быть, мы, в первую очередь, поехали бы с ним общаться. А если таких нет, то, в принципе, мы, наверное, себе это возьмем. Смотри, дело в том, что есть такая женщина, Катя. Она хирург по профессии. Вот. Когда я с ней разговаривал, вот, которая мне сказала, как разрабатывать мочевой пузырь, она мне объяснила, как его надо разобрать. Ну, для начала она сказала, надо снять труп. А труп почему снять, я сейчас объясню. Это с ее слов я просто объясняю, как она мне сказала. Она мне сказала, пережимаешь, когда труп, мочевой пузырь, он не набирается полностью. Вот. А для того, чтобы разработать мочевой пузырь, когда он полностью, там стоит клапан мочевом пузыре. И когда по нему штутишь, то есть ты ловишь тот ритм сердца, скажем так, и по нему штутишь, и тогда клапан вот это открывается. Ты уже не самопроизвольно, как бы, ходишь, а уже чувствительность какая-то. У меня она сейчас вся нарушена. Просто, когда мне выписали лекарство, как я должен был колоть для того, чтобы нервные клетки восстановились, мне этого не сказали. Угу. Меня тупо привезли, вот сюда положили, и все. Я был в плачевном состоянии. Угу. Меня по большому счету привезли умирать. Это да. Да. Вот. И когда вот этот врач увидел, что я сел на коляску, он удивился очень сильно. Он говорит, не может быть. В сисерском уходе, где я лежал, все вообще заплакали. А ты, получается, здесь лежал? Да, вот за этим зданием. Давай дали какую-то штуку, бумажку. Это что такое? Это космон. Вот это лекопластырь сюда, который клеится. А, надо сгонять тогда. А вот аптека. Нужно ее постоянно залеплять? Да. Три раза в день. Три раза в день, пока она не затянется там. А, то есть сама должна быть? Сама затянется, да. Я думал, он швы будет накладывать. Я тоже думал, почему-то как-то сшить. Он же трубку вытащил, там отверстие получается. По большому счету, я мог бы сам это сделать. Просто я не думал, что это так все будет. Происход, да? Я сам ее мог вытащить. Я трубки сам себе меняю. То есть она со временем сама типа затянется? Сама затянется, да. Ты, получается, долго проходил с этой трубкой? Сейчас я тебе скажу. Где-то с числа 29, нет. Ну, не с последней, а именно вообще с трубкой. С сентября 2018 года и по сегодняшний день. А сейчас именно вот после того, как трубку удалили, сейчас что-то колоть нужно, чтобы она затянется? Нет, я в нем поинтересовался. Он говорит, ничего, колоть не надо. Никаких витамин пить не надо. Ну, только вот этот ликопластырь. И все. Менять три раза в день. Я общался с человеком. Зовут его, в принципе, его может каждый найти. Он есть в Ютубе. Сметанин Евгений Сметанин. Он ломал позвоночник. У него было то же самое то, что у меня. С этим же контектором ходил все. Ну, ему больше повезло. Он с реабилитационным центром. Все. Он за год восстановился. Дай Бог ему здоровья. Я с ним списывался. Смотри, заходил? Он начал ходить? Да, ходит сейчас. Вот. Ну, не бегает, но ходит. Ну, по крайней мере, на велосипеде ездит. Угу. Ну, это, ну, сейчас все. Молодец. А повреждения были такие же? Точно такие же, да. Как у меня. Ниже ребер он ничего не чувствовал. Тоже у него бедренный сустав был поврежден. Все нормально. Он сейчас восстановился. А сколько он восстанавливался? По его рассказам с реабилитационным центром. Вот он лежал там, ему и ток делали, ну, ноги. Там, я не знаю, как эта процедура называется. Ну, в течении года. Как мне дочка говорит, пап, у меня одно желание, чтобы ты встал на ноги. И еще она мне сказала, если вдруг не получится встать, я вырасту, я тебя заберу. Угу. Так что, молодец дочка у меня. Сам приду, скажи, да, домой. Сам. Скоро. Если еще какие-то вопросы, то, блин, я даже не знаю. Сам уже тоже рассказал, в принципе. Самое такое ключевое, узнал там по поводу реабилитационных. Потому что мы с тобой ватсапом, ватсапом. Да. Понятно. Я тоже там работаю. Знаешь, я боюсь звонить. Мало ты за рулем, занят. Ну, понимаешь, когда человек на ногах, у него другие совсем. Ну, то есть, ну, как тебе сказать. Он не просто взял там, у него постоянно время. Да не, ну, мне можно звонить. Ты все равно. Ну, я же говорю, звони, не стесняйся. Потому что я иногда могу там ответить, там, через полдня, например, да. Там сообщение увидел тоже там, да, где-нибудь на съемках, еще где-нибудь там, где нет времени. Я понимаю, что тема важная. Нужно, прям, ну, не просто прочитать, там, быстро что-то ответить, а обникнуть, что-то там сделать. Поэтому не стесняйся, звони, на связи будем. Тем более, сейчас уже, ну, раз стартанули, да, у нас есть тем стартовать. Да, первый шаг сделали. Как бы, да, какую-то сумму собрали. Ну, я в тебе тоже вижу, ну, как бы, заинтересованность, да, что это там, ну, не просто так. Потому что тоже у нас даже были какие-то разные мысли по поводу этого. Потому что, что, как, ну, типа, может быть, а надо ли это тебе. Ну, я со своей стороны вижу, что тебе это надо. Ну, как бы, ты загорелся, ты захосел, ты начал заморачиваться с документами, ну, и что и правильно, собственно, да. Потому что без твоего желания, без твоей мотивации... Ничего не получится. Да, мы-то, ну, как бы, тоже не будем, так скажем, да, там, вот, настаивать, да, чтобы насильно, как бы, тянуть. А мы, на самом деле, ну, увидели заинтересованность Дима, что он хочет, он горит. Ну, и, значит, будем делать, значит, будем стараться поднимать на ноги, так скажем, да. Да, ну, по возможности, что, как Бог даст, так оно и будет. Как там Паша? Паша, отлично, вам большой привет огромный. Он звонил два раза, спрашивал, ну, чё, как они? Я говорю, нормально, все, сейчас скоро приедут, ну, все, привет им огромный. Не ругались там сильно потом, после нашего приезда? Нет. А то мы так поздно потом... Нет, 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 все нормально. Приехали с этой коляской, когда уже нельзя было. Я даже рад, что мы здесь встретились, если честно. Здесь как-то я себя более комфортно чувствую, чем там. Там сидишь в напряге, понимаешь? Ты знаешь, я себя знаю, в чем винить начал. Я читаю комментарии. Я, когда ты приехал, привез мне коляску и хотел сесть, ну, как бы, на память, щелкнуться, да. А я же говорил, плохая примета. Ага. И когда я читаю вот этот комментарий, зачем в коляску сел, это же плохая примета. Я думаю, господи, блин, не дай бог. Уже в Лавру поехали, я говорю, слушай, заздрави, свечку поставьте. Все, блин. И я говорю, четки, привезите мне с крестиком. Неа, кстати, тогда Дима, я еще тогда хотел сесть в коляску. Дима не стал, ну, не дал мне, короче, сесть в коляску, говорит, плохая примета. Но мы потом все равно заехали в магазин и фоткались. Ну, блин, ребят, клик Б, что вы хотите? Мой пример, я скажу. Я за два года до аварии попал вот сюда в больницу. К этому же врачу в реанимацию. То есть мы покушали шаурме, ну, шаурму вот эту. И я очень сильно травонулся. У меня тошнило кровью. Вот. Меня привезли сюда в тяжелом состоянии в реанимацию. Я три дня не кушал в реанимации, лежал. И когда меня с реанимацией переводили в палату, меня посадили на коляску. Я говорю, давайте я сам дойду. Нет, у нас принцип на коляске тебя отвезти. И через два года я на ней. Ну, я в приметы здесь не верю. Я понимаю, ты писал в комментариях, для кого это приметы. Я все это прекрасно понимаю. Нет, ну, суть в том, что... Нет, может, освещение обстоятельств. Я просто говорю, как есть. Поэтому я тебе и говорил, не надо садиться. Это плохая примета. Как бы вот. Плохой пример. Все будет нормально. Дай Бог вам здоровья, на самом деле. Чтобы вы не попадали ни в какие беды там. Чтобы у вас все... Случалось то, что вы захотите. И также тем, кто смотрел это видео, кто подписывался, и кто ставил комментарии, лайки, спасибо вам за это. Это очень приятно. Даже больше, чем эта сумма. Какая бы она ни была, пускай пять миллионов будет. Но вот эти сладкие комментарии душевные, это очень... Какой тебе комментарий? Может, вспомнишь, какой комментарий запомнился так больше всех, может? Жалко Диму. Здоровья ему. Ну, и тем, кто ему помог. Ну, там много, там очень большие комментарии были. Я читал. Да, такие прям развернули. Все прочитал? Не все, я так. Порой, знаешь, тоже, ну, лежишь, читаешь, жарко, во-первых. И во-вторых, лежать тоже очень... Ну, я стараюсь много не лежать. Я даже температура, когда у меня температура какая-либо, да, я стараюсь не лежать. Я стараюсь двигаться. Очень много людей просит следить за восстановлением. Я, все, что требуется от меня, я думаю, что ребята меня тоже поддержат. И, как бы, будем играть прозрачно, скажем так. Что можно, да, мы будем снимать каждый шаг, что сколько стоит, что куда как. Поэтому следите, ребят, следите. Ну что, друзья, пообщались с Димой, решили все вопросы. Сейчас сходим в аптеку, купим все, что нужно. Я еще думаю, купим ему там различных там, ну, ништяков, типа там сигарет и так далее. И я думаю, что нужно все-таки оставить Диме какую-то часть денег, знаете, на такие, скажем, мелкие расходы. Потому что он постоянно ездит на такси, то в больницу. То есть сейчас он поедет в паспортный стул. А все это на такси, это достаточно недешево, я вам скажу, ездит, потому что это 150 км от Москвы. Я думаю, там тысяч 10-15, наверное, ему оставим, так скажем, на мелкие расходы. Все-таки пускай будут деньги из тех, что мы собрали. Поэтому, что, погнали. К нам вот это. Клубник, а почему? Клубнику брать будешь? Че, снимаем? Клубник. Дождались. А мы с гостиницами небольшими. Клубничка. Да, покушайте. Держи я на мороженое. Вот, Дим, получается, снял пятнашку. На мелкие, так скажем, расходы, там, на такси и так далее. Если нужно будет, как еще там, пиши. Как-нибудь там, переведем, что кому есть. Ребят, это... Блин, вот я, с вашего позволения, беру просто на мелкие расходы. Теперь сам пластырь покупать и так далее. Там просто, чтобы вы знали, и поэтому играю открыто, и поэтому... Ну вот, да, мы купили 10 штук, забрали все, что были. Но там, как бы, по-любому, да? Я куплю, конечно. Понадобится еще. Ты говоришь, сколько? Три раза в день тебе их? Да, я куплю, конечно. Ну что, ребят, а мы погнали искать реабилитационную клинику. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Буду очень приятен. И залетайте к Диману в Инстаграм. В комментарии. Спасибо вам всем. Берегите себя.